ТОЙОТА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Теперь, когда автомобили стали столь существенной частью повседневной жизни во многих странах мира, возникла необходимость уделять внимание проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами. Поэтому Тойота, чтобы решить эту проблему, разрабатывала одну систему контроля отработавших газов за другой. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ Вы знаете, что такое отработавшие газы? Это не просто газы, выбрасываемые после сгорания топлива. Отработавшие газы содержат, помимо прочего, такие вредные элементы, как монооксид углерода или СО, образующийся из-за неполного сгорания, углеводородные газы или HЦ, или не сгоревшее топливо и оксиды азота, или NOX, возникающие при чрезмерной температуре сгорания. Помимо выхлопных газов, существуют испарения из топливной системы. Это сырые углеводороды, утекающие из топливного бака или карбюратора в атмосферу. Есть также пропускаемые газы. Они просачиваются между поршнем и стенками цилиндра и попадают в атмосферу через картер. В них содержатся сырые углеводороды. Эта таблица показывает процентное содержание каждого типа газов, загрязняющих воздух. Контроль за отработавшими газами необходим, чтобы исключить появление углеводородов во всех типах отработавших газов. Загрязнение атмосферы такими вредными веществами создает многие проблемы, связанные со здоровьем людей, животных и растений. Особенно в городских условиях, где концентрируются все автомобили. Поэтому отработавшие газы были поставлены под особый контроль в Соединенных Штатах Америки с 1970 года, а также во многих других странах во всем мире. Пробы газов отбираются пробосборником с постоянным объемом CVS. Пробы берут у автомобиля, запускаемого на беговом барабане, и исследуются. Стандарты допустимых величин выброса различны для разных стран. Но условия вождения или режимы, при которых проводятся испытания, точно соответствуют стандартам Соединенных Штатов Америки или ИЭС. В Соединенных Штатах автомобили полагается испытывать в так называемом режиме LA-4. В Европе используется режим ECE. Он должен быть применен последовательно четыре раза, чтобы дать достоверный результат. Газы, испускаемые во время этих дорожных испытаний, должны отвечать различным контрольным значениям. Для удовлетворения этих требований следует сконструировать систему контроля за отработавшими газами, высокоэффективную и надежную, но жертвой которой не должны стать такие общепринятые характеристики, как мощность или расход топлива автомобиля. Есть три пути решения проблемы отработавших газов. Для решения проблемы пропускаемых газов применяется система принудительной вентиляции картера, или PCV. Она возвращает пропускаемые газы из картера во впускной коллектор для сжигания. Чтобы решить проблему выбросов испарившегося топлива, используется система ограничения выброса испарившегося топлива, или EVAP, в которой угольная коробка поглощает испарившееся топливо и возвращает его в двигатель. Для решения проблемы отработанных газов двигателя используется система регулирования зажигания, SC, которая улучшает выбор угла опережения зажигания и снижает образование в двигателе оксидов азота и системы главного закрытия дроссельной заслонки, TP, которая решает проблему монооксида углерода и углеводородов, предотвращая неполное сгорание. Для решения других проблем, связанных с двигателем, существует система рециркуляции отработавших газов, EGR. Она снижает содержание оксидов азота, возвращая выхлопные газы в двигатель. И система всасывания воздуха, AS, которая привлекает наружный воздух для сжигания монооксида углерода и углеводородов выхлопа. Для окончательной обработки выхлопных газов существует система трехкомпонентного катализатора, в которой применяется конвертер, включающий замкнутую систему и датчик кислорода. Мы упомянули наиболее типичные способы контроля отработанных газов. В некоторых системах автомобилей применяется система впуска горячего воздуха для согревания воздуха при остывшем двигателе. Система компенсации состава смеси холостого хода при высокой температуре окружающего воздуха. Система вспомогательного ускорительного насоса для увеличения впрыска топлива при ускорении с остывшим двигателем. Механизм открытия воздушной заслонки, управляющий воздушной заслонкой во избежание обогащения рабочей смеси после разогрева двигателя и прочее. Рассмотрим все эти разнообразные системы контроля отработавших газов. На примере реального двигателя 4AF. Обычный автомобиль. Вот двигатель автомобиля, не оборудованного системой контроля для отработавших газов. А это двигатель автомобиля, снабженного типичной системой контроля отработавших газов, которая удовлетворяет самому строгому американскому закону контроля за выхлопом от 1983 года. Заметим, что даже по закону о контроле за выхлопом от 1983 года, система контроля отработавших газов, необходимая для автомобиля, снабженного системой электронного впрыска топлива, отличается от системы, необходимой для автомобиля с карбюратором. Теперь мы познакомим вас с основными системами контроля отработавших газов, применяемыми в автомобилях и отвечающими требованиям самого строгого закона Соединенных Штатов от 1983 года. Устройство контроля и их проверка. Сначала рассмотрим систему принудительной вентиляции картера для уничтожения пропускаемых газов. Пропускаемый газ просачивается между поршнем и цилиндром и собирается между поддоном картера и дном блока двигателя. Клапан PCV устанавливается между картером и впускным коллектором. Он возвращает пропускаемый газ в двигатель для повторного использования. Вакуум в коллекторе открывает клапан PCV и втягивает этот газ. Чтобы не дать пропускаемому газу вернуться в картер при остановленном двигателе, клапан сконструирован так, чтобы газ не мог проходить в обратном направлении. Рассмотрим систему ограничения выброса испарившегося топлива. Чтобы поглощать бензин, испарившийся из топливного бака и поплавковой камеры, и не выпускать его в атмосферу, используется угольная коробка. Коробка наполнена активированным углем. Система ограничения выброса испарений включает и выключает запорный клапан в зависимости от оборотов двигателя, температуры и положения дроссельной заслонки. Тем самым бензин, испарившийся из угольной коробки, подается в подходящие моменты во впускной коллектор. По описанной схеме, компьютер контроля отработанных газов в зависимости от поступающих к нему данных воздействует на всю систему. Однако наиболее важной для контроля отработавших газов представляется технология, повышающая частоту выхлопных газов за счет улучшения сгорания в двигателе. Этого можно достигнуть посредством задержки момента зажигания, чтобы понизить температуру в камере сгорания. В результате тормозится образование окислов азота, которые появляются, если температуре позволяют увеличиться без ограничений. Одним из способов достигнуть такого результата является система регулировки зажигания. В этом случае используется биметаллический клапан переключения разрежения, который обеспечивает опережение момента зажигания при холодном двигателе. Рассмотрим проверку подобные системы. Сначала разогреваем двигатель. Убедитесь, что угол опережения зажигания составляет 15 градусов при скорости вращения холостого хода 800 оборотов в минуту. Отключим вакуумный шланг от субдиафрагмы распределителя и заглушим его. Убедитесь, что теперь угол опережения составляет 10 градусов при холостом ходе. Наконец, вернем вакуумный шланг на место. Если не было никаких затруднений, система работает нормально. Обращайтесь к пособию по ремонту для проверки отдельных частей этой системы. Автомобили без системы контроля отработавших газов имеют в системе регулировки зажигания клапан передачи разрежения, который замедляет изменение угла опережения зажигания. Замедление достигается постепенным впуском вакуума в камеру М вакуумного контроллера, даже если имеется высокий вакуум в окне опережения. Клапан передачи разрежения может легко открываться в одном направлении контрольным клапаном, так что давление по обе его стороны может быстро выровняться. А это, в свою очередь, сразу же задержит момент зажигания. В противоположном направлении давление должно преодолевать отверстие малого диаметра и поэтому воздействовать на распределитель постепенно. Это избавляет от резкого увеличения угла опережения. Другой метод повышения частоты выхлопных газов за счет улучшения сгорания состоит в использовании автоматической системы впуска горячего воздуха H-A-I или системы компенсации состава смеси холостого хода разогретого двигателя H-I-C Очиститель воздуха снабжен диафрагмой H-A-I и клапаном компенсации температуры всасываемого воздуха ITC Это избавляет от возникновения монооксида углерода или углеводородов при неполном сгорании. В системе H-A-I клапан ITC реагирует на температуру поступающего воздуха и, если он холодный, автоматически переключается на подачу воздуха, подогретого выхлопными газами, чтобы увеличить испарение бензина. В системе компенсации состава смеси системе H-I-C при повышении температуры окружающего воздуха клапан ITC подает дополнительно воздух во впускной коллектор, чтобы изменить состав рабочей смеси при холостых оборотах. Вот система плавного закрытия дроссельной заслонки, система TP. Чтобы избежать неполного сгорания и появления монооксида углерода и углеводородов, необходимо оставлять заслонку приоткрытой после прекращения ускорения. Это выполняют клапан передачи разрежения и диафрагма TP, действие которых обеспечивает плавное закрывание заслонки, но оставляет ее приоткрытой. Как проверяется система TP? Сначала разогреем двигатель. Проверим скорость холостых оборотов. Она должна составлять около 800 оборотов в минуту. Отключим шланг от окна M на TVSV и заглушим его. Отключим вакуумный шланг от диафрагмы TP и тоже заглушим. Убедитесь, что скорость двигателя 900 оборотов в минуту. Если требуется, отрегулируйте обороты винтом регулировки TP. После регулировки верните на место вакуумный шланг и убедитесь, что скорость снова составляет 800 оборотов в минуту. Подключите шланг к окну M. Проверка системы TP окончена. Наиболее важным механизмом снижения количества окислов азота является система рециркуляции отработавших газов или ROG. Окислы азота образуются при реакции азота и кислорода воздуха, если температура сгорания в двигателе слишком повышается. Система рециркуляции отработавших газов снижает эту температуру за счет того, что отработавший газ возвращается в камеру сгорания, тормозя при этом процесс сгорания. Таким образом, образование окислов азота сводится к минимуму. Устройство, регулирующее количество отработавшего газа, которое подмешивается к рабочей смеси, называется вакуумным модулятором ROG. Сначала, когда при остывшем двигателе окислы азота не образуются, термостатический клапан переключения разрежения TVSV, снабженный датчиком температуры, не допускает рециркуляцию газов. При холостых оборотах, когда верхний край дроссельной заслонки находится ниже окна ROG, вакуум еще не может открыть клапан, а значит нет рециркуляции. С повышением температуры, когда край заслонки оказывается между окном ROG и окном R ROG, клапан открывается и закрывается в зависимости от того, что действует на вакуумный модулятор, вакуум или выхлопные газы. Сначала, при небольшой нагрузке, в коллекторе образуется высокий вакуум. атмосферное давление проникает в вакуумный модулятор, и поскольку вакуум, действующий на клапан ROG, невелик, клапан закрывается, нет рециркуляции. Но при большой нагрузке в вакуумный модулятор воздух не попадает, а увеличившийся вакуум способен открыть клапан ROG на определенную величину, и это раскрытие поддерживается все время процесса рециркуляции. Когда край дроссельной заслонки оказывается выше окна ROG, еще больший вакуум действует на вакуумный модулятор, и клапан ROG открывается еще шире, тем самым повышается степень рециркуляции. Но при полностью открытой заслонке, то есть при полной нагрузке, клапан ROG закрывается, и поскольку в коллекторе вакуума нет, рециркуляции, тоже нет. Теперь посмотрим, как следует проверять систему рециркуляции отработавших газов. Снимем вакуумный модулятор и очистим его фильтры. С помощью трехпозиционного коннектора присоединим вакуум-метр между клапаном ROG и вакуумной трубкой. Убедимся, что вакуум-метр показывает ноль при двигателе, работающем на двух тысячах оборотах в минуту и температуре ниже пятидесяти градусов. Дадим двигателю разогреться и снова при двух тысячах оборотах в минуту убедимся, что показания вакуум-метра низкие. Отключим шланг, соединяющий вакуумный модулятор к окну R и подключим окно R непосредственно к впускному коллектору. Убедимся, что теперь вакуум становится высоким при двух тысячах оборотах в минуту. Уберем вакуум-метр и подключим шланги на место. Наконец, при работающем двигателе прямо подключим клапан ROG к вакуумному шлангу и посмотрим, остановится ли при этом двигатель. Проверка окончена. Подключим шланг на место. В странах с наиболее суровым контролем за составом выхлопа, рассмотренные до сих пор механизмы могут не соответствовать их требованиям и для непосредственной очистки выхлопа применяется система трехкомпонентного катализатора. Это идеальная система для снижения содержания всех трех вредных веществ монооксида углерода, углеводородов и окислов азота одновременно. Окислы азота состоят из кислорода и азота. Данная система с помощью кислорода окисляет оксида азота, монооксид углерода и углеводороды до азота, двуокиси углерода и воды соответственно. Но для получения этого результата следует строго выдерживать соотношение компонентов рабочей смеси близким к теоретическому. Поэтому в рассматриваемой системе для контроля рабочей смеси необходим датчик кислорода. Это замкнутая система. Сначала рассмотрим как работает датчик кислорода. Кислородный датчик на основе содержания кислорода в выхлопном газе определяет не обеднена ли рабочая смесь по сравнению с теоретическим значением. Датчик кислорода установлен в выхлопной трубе и состоит из оксида циркония покрытого изнутри и снаружи слоем платины и далее снаружи керамическим покрытием. Внутренняя поверхность соприкасается с воздухом где высока концентрация кислорода а внешняя с выхлопными газами. При сгорании обогащенной рабочей смеси возникает значительная разница концентрации кислорода на внутренней и внешней поверхностях датчика и начинается перенос кислорода. Кислород воздуха приобретает электроны на положительном платиновом электроде и превращается в отрицательные ионы. В результате он может диффундировать сквозь циркониевый элемент. Ионы отдают электроны на отрицательном электроде, снова образуя кислород, который теперь расходуется. Возникает электромагнитная сила, служащая сигналом обратной связи для датчика. Но при объединении смеси разность потенциалов не возникает из-за малой разности концентрации кислорода. Датчик реагирует на содержание кислорода в выхлопных газах и посылает сигналы на компьютер. Методы работы замкнутой системы при контроле выхлопа различны для двигателей с карбюратором и с электронной системой зажигания. При наличии карбюратора датчик кислорода, обнаружив несколько обогащенную смесь, регулирует поступление воздуха в коллектор, чтобы восстановить теоретическое соотношение компонентов. В двигателе с электронным зажиганием при наличии обогащенной смеси снижается подача топлива, чтобы обеднить смесь. При возникновении обедненной смеси впрыск топлива увеличивается. Посмотрим датчик кислорода в работе. Мы видим, как изменяется напряжение в зависимости от обогащенности или обедненности смеси. Если все работает нормально, сигнал обратной связи поступает восемь раз и больше за каждые десять секунд при двух тысячах оборотах в минуту и температуре ниже пятидесяти градусов. Мы рассмотрели основные типы систем контроля отработавших газов и видели методы их проверки. Запомните, что перед проверкой любой такой системы необходимо проверять и регулировать время опережения зажигания. В системах контроля отработавших газов существуют многие другие механизмы, помимо рассмотренных нами. Надеемся, что вы добьетесь понимания любой из этих систем, изучая пособия по ремонту для соответствующих типов двигателей. Имеется тенденция к ужесточению правил контроля за выхлопными газами на всем земном шаре. Однако, система контроля отработавших газов Toyota, благодаря своим высоким технологическим стандартам, способны удовлетворить всем этим требованиям. Надеемся, что популярность систем Toyota будет возрастать благодаря вашему качественному техническому обслуживанию. Toyota техническое обслуживание представлено фирмой Toyota Motor Corporation. Продолжение следует...